Дом затрещал, пошли трещины в подъезде во время ремонта. Помогите разобраться в ситуации. Такое сообщение накануне мы получили от жителей Ленина 27. По их словам, дом затрещал после складирования строительных материалов на крыше. В ситуации разбиралась Евгения Карелина. Вот она от угла идет, видите, по потолку, от угла идет вот сюда. Вот она спускается. И в этом тоже так же наверху, посмотрите, видите. Жители Ленина 27 бьют тревогу. По стене первого подъезда пошли трещины. По словам жильцов, треска не услышали после того, как строители погрузили на чердак стройматериалы. В Сталинке капитально ремонтируют кровлю и фасад. Жители общались и со строителями. Они говорили, что все нормально, все хорошо, не беспокойтесь. А соседки говорили, которые с ними разговаривали, вы пока куда-нибудь уедете. И этого все увидеть не будете. Квартири-то нет, слава богу, пока. Но в подъезде, в углах есть, нас это очень тревожит. Поэтому мы как-то достучаться хотим до них, хотя бы через вас. Я говорю, так вы тогда заказывайте кран сегодня, завтра, послезавтра. А говорят, дорого заказывать. Мы за один раз подадим и потом будем растаскивать. Ну вот они подали утром с 10 часов. И в 11 часов тут все у нас захрустело, затрещало, западало. По словам Константина, строители одномомента погружали несколько полет с кирпичами массой около 3,5 тонны. Угол дома не выдержал и затрещал. Константин живет в соседнем подъезде. С трещинами на подъезде он уже сталкивался. Его кафе находилось в доме на Ленина 5. Кончится плачевно, потому что дома эти очень старые. Я живу и знаю. Здесь все коммуникации, все очень старое. Здесь если в кирпич попробовать вкрутить в болт или какой-нибудь дюбель, это нереально. Кирпич хрупкий, он сыпется. По словам подрядчика, весь строительный материал рабочие сразу же распределяют равномерно на чердаке. Накануне также в одном месте кирпич и шиферы не складывали. А ремонт проходит по всем нормам и требованиям. Один кран нужен. Зачем? Зачем много кранов-то? Просто единственное место выбрали вот это, потому что самое оптимальное. На чердаке находятся трубы. Мы будем дальше согласовывать уже с техническим надзором и с другими службами, в каком участке будет лучше принимать материал на чердаке. Подрядчик заверил, трещину обследует. По его мнению, она была и раньше, просто сейчас дала о себе знать. Дом на контроле и у фонда капитального ремонта. Уже сегодня здание обследуют специалисты строительного контроля. Заключение будет позже. Евгения Карелина, Александр Дятлев, Вестник, Северодвинска.